Здравствуйте, меня зовут Ирия Остоков. Мы начинаем, друзья мои, система образования у нас в стране продолжает реформировать. В какую именно сторону, сейчас уже, в общем, даже не до конца понятно, но вроде бы последняя новость состоит в том, что вместо шести дней дети теперь будут учиться пять. Давайте начнем с того, что вместе послушаем, что по этому поводу думают петербуржцы. Я считаю, что моему ребенку комфортно учиться пока. Сейчас нас все устраивает. Устраивает, что пятидневка, что мы учимся пять дней, что ребенок отдыхает два дня, у него есть время восстановить свои силы, подготовиться к следующей учебной неделе. И у меня есть время помочь ему в этом. Конечно же, я считаю, шесть дней и поменьше уроков, потому что нагрузка, чтобы распределялась, естественно, за шесть дней. Я просто, когда сама училась, я вот помню, что мы шесть дней учились, и тогда я думала, боже мой, как это тяжело. А потом где-то вот десятый, наверное, одиннадцатый класс нам сделали. Пять дней, но больше. Тяжело. Действительно тяжелее было. Детям надо давать отдых. Отдых и вместе с родителями. Суббота, чтобы была вместе с родителями. И воскресенье, а то они целыми днями, родители работают, дети учатся, вечером, как правило, родители заняты, то готовка, то еще что-то. Домашние дела. А с суббота, воскресенье могут куда-то сходить и отдохнуть. Я считаю так. Вообще учиться лучше шесть дней, потому что большая нагрузка каждый день. Вот я сама у меня была по восемь уроков, это очень тяжело. Тем более, что сейчас дети учиться не хотят. Поэтому лучше шесть дней. Хотя для родителей лучше пять дней. Мнения, как видите, разделились. Спросим у депутата законодательного собрания Петербурга, председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Максима Львовича Резника. Это уже принятое решение? Нет. Нет, это не принятое решение. Хотя позиции законодательного собрания, вот могу сказать, да, причем людей очень разных. Моя, Виталия Милонова, Константина Сухенко, про которого говорят, что он станет снова в исполнительной власти скоро работать. Однозначно, пять дней. Мы считаем, что это правильный подход. Но мой последний разговор с Государственной Думой, с аппаратом Комитета по образованию показывает, что там другие, другая точка зрения. То есть это тот редкий случай, когда вы, депутат Милонов, консолидировали свои ряды, но пять дней при нынешней программе означает, что дети будут учиться там, ну типа, семь уроков, восемь уроков. Ну, мне представляется, еще раз говорю, мы же видели сейчас в сюжете, что люди с самой разной точки зрения высказывают. Наверное, мы никогда не придем к какому-то консенсусу. Но мне все-таки представляют, что в этой вот дилемме семья и школа, все-таки семья имеет приоритет. И семейный цикл нормального взаимоотношения детей с родителями, когда судит понятие выходные, мне кажется, все-таки предпочтительнее, приоритетнее. Ну, придем мы к консенсусу или нет, спросим у сопредседателя Петербургского городского родительского комитета Михаила Юрьевича Богданова. А вы как родитесь? Я здесь проявлю тот же самый консенсус, который проявляется в законодательном собрании. То есть, в принципе, конечно, большинство родителей стоят на позициях пятидневки, да, потому что это для них... Так вы вообще детей не увидите. Они уйдут с утра и придут одновременно с вами с работы, они из школы. Мы их не так. Мы все и работаем, и они работают, и мы работаем. То есть, в этом смысле получается, что как раз вот уравновешивание вот этой рабочей недели, оно для родителей очень комфортно. Другое дело, что действительно надо смотреть вопрос, во-первых, о успевании этой самой программы обеспечить, освоение программы, усвоение даже, скажем так, программы. И второе, что нужно обеспечить все-таки какие-то нормы по здравоохранению. По здравоохранению. Поинтересуемся у Петра Александровича Мондаренко, психолога Государственного учреждения детской психиатрии, комитета по здравоохранению Петербурга. Может быть, у психологов есть какие-то рекомендации, как лучше в один удар, но подольше, или так вот ровным слоем размазать по неделе? Здесь большой вопрос, потому что, с одной стороны, ну, если мы понимаем, что у детей есть не только школы и какие-то кружки-секции, да, и рабочий день увеличивается у ребенка. Уроки надо делать, и хочется успеть еще куда-то, да? И каждый день больше уроков, больше нагрузка, и тогда меньше времени на то, чтобы чем-то еще заниматься. А у некоторых детей музыкальные школы, художественные, вот тогда куда это сдвигать? Это не очень понятно. Все-таки с точки зрения программы, поинтересуемся директор лаборатории непрерывного математического образования Илья Александровича Чистякова, ну, может быть, просто уроков много? Может, вот это подрезать? Или тогда с математикой не совладать? Я отвечу. Дело все в том, что во всех странах мира таких летних компаний и каникул нет. Поэтому можно сделать пятидневку, но тогда надо сократить летние каникулы с трех месяцев до одного месяца. Если родители это устраивают, я за такое решение. Если же не устраивает, чтобы у детей три месяца были летние каникулы, я категорически против. Потому что тогда мы получим школьников в восьмом классе, не умеющих складывать дроби. А это сейчас повсеместное явление. Поэтому я думаю, что очень неправильно сейчас сокращать шестидневку на пятидневку, переводить. Потому что надо изменять методики. А школы изменять методики на данный момент не готовы. Ответите. Дело в том, что я с Ильей Александровичем согласен, как ни странно. Несмотря на то, что он в данном случае оппонирует вроде как. Потому что я тоже считаю, что три месяца каникул – это избыточная история. Понимаете, я вот вижу эту ситуацию немножко иначе. Мы говорим про каких-то детей, которые такие, знаете, из советских фильмов про подростков, которые землю попашут, попишут стихи, которые с портфелем бегут из школы всех с авиамоделизма, а потом вечером еще Баха на рояле играют. Но вот если говорить про дроби, я не умею складывать дроби. Знаете, я вот жизнь прожил, и дроби не умею складывать. Более того, мне кажется, что никто из моих знакомых не умеет складывать дроби. И это не помешало нам стать нормальными членами общества. Хотя я понимаю, у вас может быть другое отношение к этому. Может быть, как бы ни одного меня складывается впечатление, что вот это вот 8 уроков каждый день, и еще в субботу какой-то хвостик, а еще давайте физкультуру добавим, потому что у них спина кривая. А давайте немножко добавим литературы. 60 произведений классиков и современников нужно изучать. Вот 60, 52 недели. Это нужно в 4 дня читать новую книжку, а еще дроби. Может быть, нам вообще с этой точки зрения посмотреть? Я могу ответить на этот вопрос, пожалуйста, потому что если нашему государству нужны только ведущие, телеведущие, журналисты, но нам нужны еще и инженеры, и оборонный комплекс, и защита нашей страны... 30-я школа, который закончил Перельман, я не помню, как 239-я около моего дома. Вот все, кто умеют дроби, чего там с ними делать? Вот что-то делать с дробями, да? Вот им там место. А остальных детей не нужно лишать детства. Это ошибочно. Ошибочно? Ну, потому что никто на данный момент, можно спросить представителя психологии, психиатрии, что никто не может даже на 8-м классе сказать, кто конкретно вот вам перед вами. Понимаете, какой у него путь, какие у него способности, какие у него вообще перспективы. Может быть, не скажет, какие у него способности, но точно скажет, каких способностей нет. Вот если у меня нет способностей к математике, да, я до сих пор, в общем, имею очень приблизительное представление о том, что такое катангенс, извините меня, может быть... А может, условия у вас не было раскрыться? Так что же говорить по этому поводу психологии? У меня вот есть такое впечатление, что мы все очень волнуемся за своих детей и тревожимся, в том числе наше образование. Поэтому оно старается впихнуть в детей как можно больше, чтобы им было хорошо. Но оказывается, что иногда от этого им становится плохо. Потому что у вас и обрел единомышленник. Вы тоже считаете, что вот такая программа – это что-то неподъемное для человека? Ну, по крайней мере, мне кажется, что наверняка есть что-то избыточное, от чего можно отказаться, да, и там сократить недругие. Так может быть, тогда откажемся не от трехмесячных каникул, да, а все-таки откажемся от субботы и секвестируем программу. Потому что, правда, вот мы все... Я тоже с вами согласен. Вот просто пример приведу, да. А есть кто-то, с кем вы не согласны? Если же даже вы с депутатом Милоновым согласны. Такая тема, понимаете, значит, я вот уроки свои в школе, поскольку я действующий учитель, да, веду в кабинете физики. Честно признаюсь, я об этом никогда не говорил, даже детям, да. Там вообще для меня это как иероглифы. Но я неплохо учился в школе. У меня там очень хороший аттестат. Но сейчас я действительно этого не помню уже ничего. Я смотрю и понимаю, что мне это не очень в жизни пригодилось. Вам такое пригодилось? Развитие, которое вы при этом получили? Вот я хотел как раз, да. И самое главное, что он развивает как раз теория, а теория требует времени. Как известно, алгоритмы-то не развиваем. Конечно. Добавлю, дело в том, что вот я поддержу Илья Александровича в этом смысле и оппонирую Максиму в какой части. На самом деле мы смотрим на предметы, которые изучаются в школе, к сожалению, да, как некую вот науку, которую надо освоить. На самом деле предметы в школе не осваиваются, а развивают человека как личность, как в широком смысле, да, и если мы выдернем какую-то часть из предметов или там секрестируем, как вы говорите, то мы на самом деле тем самым обрезаем возможность человека опознать какую-то часть мира, понимаете? Да хорошо бы, вот хорошо бы, чтобы было, как вы говорите, только вашими бы устами да мёд бы пить. Мы же все, говорю, приблизительно ровесники, да, мы приблизительно в одной школе учились. Вы как сдавали экзамен по математике? Я могу сказать, как я сдавал, вообще ни единой запятой, не понимая из того, что было написано на доске, я сидел за партой, а учительница по математике сказала, Илья, как ты не понимаешь, тут же вот, вот, и ещё вот, а потом вот это, ты же понял, да, вот и всё. Это лицемерие, когда вот такие объёмы, когда непосильны человеку, начинается приписание галочек. Это лицемерие, когда ребёнок имеет 290 баллов ЕГЭ и не умеет расставлять скобки, причём учится на экономической специальности, требующей математики. И тогда, когда на первом курсе фактически 2 трети студентов не готовы к тому, чтобы усваивать самые-самые простые программы высшего образования. Мне кажется, что это как бы всё-таки речь немножко про разные вещи. Если мы говорим про то, кто нужен стране, да, то и Курчатов, и Сахаров, и Королёв, они учились в эпоху ФЗУ. Основное население страны вообще не умело читать, а они были светила. Нет, они учились усваивать информацию. И они научились это делать, понимаете? Я думаю, что столько информации, сколько современные дети... Классические методики, опроводанные десятилетиями, они как раз и были направлены, чтобы человек учился знаковой информацией обладелать. На чём мы сегодня имеем проблему серьёзную? Мы сегодня имеем проблему в перекосе этих программ. То есть основная проблема нагрузок – это перекос программ. Мы начинаем заниматься окружающим миром, вот таким вот эклектичным, да, который не выстраивает, например, системного мировоззрения у ребёнка в начальной школе. И дальше у него начинаются накапливаться эти проблемы. И они, накапливаясь, создают ту самую проблему перегрузки, который... То есть вопрос не столько в часах, а в правильном их организации. Вот какой-то новый у нас появился поворот разговора. Давайте, друзья мои, сделаем так. Давайте, как прилежные ученики, сейчас зафиксируем услышанный материал, проанализируем его, через минуту вернёмся и продолжим с этого места дальше. Мы возвращаемся. Это проект «Что делать?» Меня зовут Илья Стоков. Сегодня мы обсуждаем очередную назревающую реформу школьного образования. Прежде чем прерваться, мы уперлись в вопрос о том, школа должна учить чему? Новым знаниям или способность эти новые знания самостоятельно как-то находить и усваивать? Маленький человек выходит в мир, не очень понимая, как здесь жить. Но зато он знает, как скобки расставлять. Может быть, всё-таки перекоса в этом смысле удастся избежать? Нет, он не знает, как скобки расставлять, а он знает, как информацию овладевать. Понимаете, на самом деле задача школы – это не просто, чтобы ребёнок познал, а научить его учиться, самостоятельно учиться. Они не умеют? Не умеют. Так вот, всё то, что школа должна делать, это маленькая-маленькая часть. Коллеги, мы немножко заузили, если позволите, заузили тему. Всё-таки, помните, это семья и школа. Вот мы семью опять оставили, понимаете? Вот про семью я как раз хочу сказать. Скажите, пожалуйста, про семью, а потом я скажу коротенькое слово насчёт того, что моя трёхлетняя дочь находит блоги подружек в электронном устройстве абсолютно без моей помощи. Причём я не умею это делать. А она – это насчёт поиска информации. Они ищут информацию, они её находят. Они её не перерабатывают. Ну, может быть. Если информации очень много, да, и требования в школе, чтобы ребёнок переработал много информации, что ребёнок делает? Обращается за помощью к родителям, к семье, да? Ну, у кого дети учатся, тот знает, что много рефератов пишут родители. И тогда ребёнок научается перекладывать на родителей часть своей учебной нагрузки, потому что с ней не справятся. Вы так тактично пытаетесь сказать про коррупцию в сфере образования. Давайте сорвём маски. Я, в общем, сам в своё время писал рефераты и кормил на эти деньги семью для людей, которые потом под своей фамилией их сдавали. Ведь правда, в тот момент, когда вся эта масса навалится, когда все эти 60 авторов в год, все эти катангренцы в младшей школе... ...больные умирают. Коллеги, что в основе? Мне кажется, всё-таки то же законодательство, оно ведь не является священной коровой в том смысле, что оно должно формироваться для того, чтобы гармонизировать жизнь нашу, правильно? Ну, в том числе. И мне поэтому кажется, вот эта самоценность определенная, связанная с пятидневкой, вот этот гармоничный цикл... Ну, хорошо, давайте от пятидневки чуть-чуть... Мы не должны... Вот в Комитете по образованию в Госдуме мне говорят, вы не понимаете, это непрофессиональный подход, мы с программами не уложимся и так далее. Я говорю, коллеги, задача не в том, чтобы уложиться в программы, задача в том, чтобы гармонизировать жизнь семьи. Школы должны быть разные, школы должны быть много. Пожалуйста, хочет школа иметь пятидневку, пожалуйста, это сразу рынок определит. Пойдут туда родители отдавать свои детей? Вот давайте правильно тоже чуть-чуть поговорим. Вот у всех на памяти эти костры, горящие, где-нибудь там, горели всю ночь, потому что родители хотели... Чего они хотели? Устроить хорошую школу. Устроить хорошую школу. Самое интересное, что ведут в первый класс для того, чтобы иметь возможность учиться в хорошей школе уже в четвертой, пятой, шестом классе. То есть имеется в виду, что они в таком критерии хорошей. Ставят... Первый класс не потому, что именно в первом классе им хорошо будет, а потому, что это гимназия. И потому, что страшно, что вдруг ребенок окажется хуже других, менее подготовленных к жизни, меньше знаний получит. Но этот страх, он же нагнетается некоторым образом, да? Вот откуда это? Правда, вот у меня среди знакомых никто не жег костры у стен чего там, РАНО или где-нибудь там горели. И я, в общем, не заботился. То есть, на ваш взгляд, правильно ли я понял, что разницы между школами, особенно на этапе начального образования, нет. Можно в любое отправить. На начальной школе, по сути, нет. Начинается разница уже в среднем и старнем. Хочется столбить. Хочется... Хочется... Потому что для первоклассника важен учитель, а не школа. Поэтому, конечно, разница есть, и в основном записываются не конкретную школу, а еще конкретную школу и конкретному учителю, по которому есть та или иная информация. Тут у меня два вопроса, да? Это вот новая система. Идея была как раз в том, чтобы исключить полную вкусовщину. Это абсолютно беспристрастный критерий распределять детей по школам. Но в результате это привело к какому-то массовому психозу. Можно ли как-то вот этого избежать? Я думаю, что да. Это моя личная точка зрения заключается в том, что запись должна идти не только на конкретный год. Ситуация должна... Вот, например, условный родитель может сегодня, в 15-м году, записать, если у него ребенок пойдет в 18-м. И тогда мы эту ситуацию будем отслеживать, мониторить и видеть уровень школ. Где что-то нужно подправить, да? Где, так сказать, отстающие... Так а вы же законодатель. Может быть, вы... Я предлагаю... Ну, Илья, я это предлагаю, мы это неоднократно к этому вопросу возвращаемся и снова будем предлагать. Тут буду не женить. Дело все равно меняется, и все изменяется. К моменту подачи документов в школу 300 раз может изменилась потребность. Хорошо, хорошо. Тогда вот второе, что у меня в вашей истории... Противоречие есть. Вы жестко привяжете этого ребенка к записи в конкретное учреждение. Он может сняться с этой записи? Он не сможет уже поступить в другую. Он записался в лирики, а решил потом подавать... Ну, то есть родители... Значит, мы говорим про первоклассников. Первоклассники тоже. Ну, первоклассники все-таки сами не определяют. Там родители. Если ребенок переезжает в другое место, можно сняться. То есть это не является крепостным правом. Если ты можешь переписаться... Ну, да, такая система есть с детскими садами, в принципе. И почему? Я считаю, что это вполне... Ну, если не решить все проблемы, то точно сделает их меньше, чем сейчас. Когда все на низком старте стоят, и потом все рушатся сайты, и вот этот коллапс происходит. Хорошо. А второй вопрос, который меня в всей этой истории интересовал. А что значит, ну, как бы, лучшее образование? То есть мы все хотим детям, ну, какого-то хорошего будущего. Я понимаю, что это значило сто лет назад. Я не в лавку отдал своего Ванечку, а отдал его в классическую гимназию. В результате тот, кто в лавке, он всю жизнь работает руками, получает 30 копеек. А тот, кто гимназию, а потом университет закончил, живет хорошо, руками не работает, все шапку снимают перед ним. А сейчас что это значит? 15 копеек получает, а уже даже не 30. Вот. Дело все в том, что тут есть определенные перекосы. Получение образования еще не гарантирует человеку достойной зарплаты и достойной жизни. Скорее всего, человек должен в процессе этого получения образования построить свои личностные качества. Если он сумеет это сделать, он успешен. Хорошее образование по определению дает шанс человеку. Он может быть... Где? Но в жизни. То есть он в любом случае может определить себе сам дорогу. А когда человек не имеет этого возможности, условно говоря, не знает, чем проблема сегодняшнего образования? Мы пытаемся научить человека найти информацию. Условно. А если он научился только находить, но он не знает, не обладает сам этой информацией, то он завязан на те источники этой информации. Мне кажется, что нынешняя система это уже такая машина, которую запустили задолго до нас с целями, которые нам не до конца понятны. Она сама работает, при том, что мир изменился. Скажите вы, как специалист, вот в этом вопросе, действительно ли хорошее образование является открытой дверью в более высоком уровне жизни? Мне кажется, хорошее образование это один из факторов. Он абсолютно не абсолютный фактор. Есть много факторов, мы их можем, я не знаю, это отношения в семье, вообще отношения родителей в бизнесе, как они себя чувствуют, что они передали, какие черты характера. А если он будет 6 дней в неделю по 8 уроков сидеть в школе, они ему ничего не передадут? По 6. По крайней мере, меньше передадут, чем могли бы передать. С этим я согласен. В этом смысле, то есть, если мы говорим, образование, самое главное, все остальное не имеет значения, мы здорово ошибаемся, тогда мы теряем большую скепку. Вопрос в доле, доле влияния. Необходимые условия, недостаточно. Все-таки семья и школа, вот еще раз, коллеги, вас к этому обращают. Хорошо, но все-таки семью у нас, ну как бы, реже пытаются реформировать, вот так вот, без конца, чем школу. Вот это вот бесконечное реформирование, оно когда-нибудь закончится? Я считаю, что, конечно, нужно очень бережно, я в этом смысле, очень человек либеральный из гадов, но консервативен в том, что к системе образования нужно очень осторожно подходить. И я думаю, что у нас, у нас, Илья Александрович, нет противоречий. Если у человека будет выбор, у семьи, пять дней или шесть дней, сами для себя могут определиться, как вот определялись замечательные женщины, которые вы уже слышали. Так это, понимаете, я ведь, вот это, думаю, долгое, извините, оно такое многословное, как вот то, что я пытался сказать, сводится к очень простому, да. Вот эти люди, они жгли костры, хотели для детей хорошее будущее. Они понимали, что хорошее будущее это запихнуть его в хорошую школу. Но как мы только что выяснили, тут никакой связи нет. В школу-то они его в хорошую запихнут, а жить он лучше от этого не будет. Может быть, все-таки прекратить реформировать, чуть-чуть остудить страсти. Пускай они там, как вот в моем детстве, как в детстве моего дедушки. Вот идет ровненько, идет, и хватит уже руками-то туда вот ссоваться. Тем не менее, сегодняшняя ситуация, насколько, ну, Комитет по образованию наш городской имеет по этому поводу определенные данные, все-таки меньше проблем создает. Я сейчас не беру конкретную историю с сайтом, да, это отдельная ошибка конкретных людей, которые, надеюсь, будут наказаны. Но все-таки вот это районное, районирование школьной существования в Петербурге дает гораздо меньше жалоб, чем то, что мы имели раньше, когда ребенка буквально как крепостным правом прикрепляли к конкретному микрорайону. Вот там жалоб было на порядке больше. Эта система при всем своем несовершенстве, которую можно, конечно, менять осторожно, еще раз повторю, все-таки количество жалоб снизило на порядок. Ну, то есть вы не думаете, что проблема в том, что просто есть чиновник из профильного комитета, этот комитет, он большой, и им нужно как-то отрабатывать свой хлеб, именно отсюда и все реформы. Я не склонен так думать, что все так прямолинейно. Думаю, что все-таки есть жизнь, на нее как-то надо реагировать. Сегодня мы столкнулись с конкретной проблемой обвала сайта. К чему это приведет? К тому, что сейчас начнут детей устраивать по блату. Ну, вы знаете, устраивать по блату, если ребенок там будет трудиться шесть дней в неделю, не каждый решится. А вторая ситуация, вы знаете, вы, конечно, правы, что, может быть, проблем стало меньше, но зато они стали другие проблемы. И ничуть не менее значимые. Школы стали теперь принимать детей неравномерно. Одни школы переполнены, другие не заполнены. Финансирование выделяется одинаковое, фактически, потому что содержать здания все равно придется. А почему одни переполнены, а другие не заполнены? Финансирование не одинаковое. Ну, почему? Потому что тогда это вообще плохо. Потому что тогда ребенок, который учится в школе, где не комплект, он получает гораздо худшее образование и условия для обучения. Так у нас программа, он же не может учиться по другой программе. У нас программа по всей территории. Страна одинаковая. Нет, не одинаковая. Это, слава богу, что еще не одинаковая. А вторая ситуация заключается в том, что ребенок, который учится в школе, где неполные классы, где учителя получают маленькую зарплату, потому что у них нет нагрузки, реально. И, конечно, он получает косвенно худшее образование. Полузаполненный класс, это хорошо. Я учился в классе, где было 40 детей. Это было 100 лет назад, но это было так. То есть я сидел так далеко, что я не всегда видел учителя, где он там. А мой ребенок учится в классе, где 2 на 1. Это все-таки перебор. Вы просто сейчас говорите про ситуацию, когда даже при 30 человеках или 40 человеках и 15 человеках платились одинаковые деньги. Но когда у вас сегодня все завязано на количество людей в классе, то, соответственно, учителя получают меньше. То есть если сидит 15 человек в классе. Поэтому ваше представление о том, как это было, это вчерашний день. Сегодняшний день действительно то, что говорит Илья Александрович. Если это не специальная школа, которая специально финансируется по полным рублем, что называется, фактически за двух детей, на место. Соответственно, тогда только это обеспечивается высокое качество. А так получается, что там... Полупустой класс, бедный учитель, соответственно, он ушел, а пришел какой-то недоучка. И там текучка, там текучка, там, условно говоря, совместители, которые пропускают половину уроков и так далее. То есть вот проблема... Или плохо работают откровенно. То есть это тоже проблема, которую, к сожалению, мы порождаем вот этим вот дисбалансом по наполняемости школ. И это серьезная проблема, которая не решится условно за неделю. Вот это много детей, это значит, это хорошая школа, туда все рвутся. Там толпа. Ну, понимаете, вот это вот вопрос... И они как сельди в бочке. Да. Фактически лабораторий не построят. Вот это какая-то странная история. Если они как сельди в бочке, значит, плохая школа, да? Но если они туда все натолкались, значит, она хорошая. Да, поэтому я еще раз говорю, что все эти вопросы связаны с тем, что, пожалуйста, комплектуй, предлагай, принимай законодательно, но одновременно улучшай, изменяй, делай, значит, комплексы учебные, чтобы школа, которая переполнена, она могла создать комплекс обучения, что та школа, которая рядом находится и не принимает детей, она должна органично войти в состав этого корабля, чтобы директор преуспевающей школы мог обеспечить равные возможности для обучения и тех, и тех детей. Но у нас чиновники часто не решают эти проблемы. Все-таки нет, движение в этом направлении все-таки идет. Есть человеческий фактор, это очень тяжелые вещи, понимаете? Я здесь вас немножко тоже вот к земле, потому что такая практика в Москве очень активно применялась, и там сократили фактически чуть ли не вдвое количество школ, по номерам, на треть точно. И там другие проблемы. То есть это огромные комплексы, которые по факту перестают быть это фабрики, по фабрике, по выпуску детей. И там нету, перестает быть образователь. Друзья, если кажется мне, что вот здесь, вот в этом месте мы выходим на другую проблему, о которой, боюсь, нам придется говорить уже в следующий раз, а здесь остановимся и с вашей помощью попробуем зафиксировать все, что здесь услышали. Реформы у нас в стране давно, в общем, приняли же характер перманентного бедствия. Начались эти реформы в тот момент, когда я еще лично был вихрастым, школьником, и конца и края этим реформам пока не видно. Реформируется все. Система ЖКХ, армия, подача электричества, сельскохозяйства, железные дороги, ну и, разумеется, образование. И вот что странно, никто, в общем, до сих пор так и не задал простой вопрос, а зачем? Если и досталась нам, нынешним, от былых времен работающая система, то, наверное, все-таки это школа. Наследница дореволюционной гимназии и советской десятилетки эта система обеспечивает не просто поголовную грамотность наших детей, а, в общем, даже иногда и вполне приличный на фоне некоторых соседей уровень образования. Менять тут что-то, это значит, ну, скорее всего, только портить. Впрочем, как и в каждом правиле, тут, конечно, возможны исключения. Лично мне было бы очень интересно посмотреть на школьные оценки тех, кто сегодня с такой настойчивостью стремится все это видоизменить. Но, поскольку это не очень реально, то в этом месте, друзья мои, я с вами прощаюсь и передаю слово хронике происшествий. С вами был Илья Стогов. Пока.